Торжественное открытие нового мотобольного сезона 2017 года. Обычно первые домашние игры у команды «Металлург» начинаются в мае, но этот год стал исключением. Несмотря на прохладный апрель, болельщики плотно заполнили трибуны в ожидании игры с командой «Комета» из станицы Кущевская. Среди зрителей и глава Ленинского района. Сегодня он пришел с сыном. Я предложил ему побывать на первой игре. Он с удовольствием отозвался. И сейчас я смотрю, как завораживающе смотрит. Советы дает. Девятилетний Архип, хоть и занимается совершенно другим видом спорта, мотоболом заинтересовался. На поле было что посмотреть. Игроки с первых минут взяли хороший темп, который их подвел. Видно, в чане допустили ошибку и первый мяч в их воротах. Этот гол только обострил ситуацию. Все с нетерпением ждали ответных ударов. Но мы с вами не должны этому удивляться. Были свидетелями разных чудес, в том числе и на чемпионатах Европы. И я думаю о том, что это всего лишь только начало. И мы все равно сильнейшие. Первый период закончился без изменений. Надо отметить, что с этого года было принято решение играть по европейской системе. Четыре периода по 15 минут. Вместо наших – три по 20. Команды ушли на перерыв, во время которого и получили необходимые установки от тренера. Заезжает Ваня, Вова. Заезжает Ваня с мячом. Вы почему-то вдвоем все время здесь два открытых. Никто не прикрывает. Общефизическая подготовка у видновских мотоболистов началась еще в январе. Месяц назад они приступили к тренировкам на мотоциклах. Но в отличие от спортсменов Кущевки, игр в рамках чемпионата России этого года у них пока не было. Первая игра – раскатка. Там будет видно, как у нас пойдет. Или у них пойдет, или у нас. Но мы будем в домашней игре стремиться хорошую игру показать и хороший результат. Игроки из Кущевки уже сыграли в ничью с командой «Ковровец». И на поле себя чувствовали более уверенно. Мы тренируемся так же, как и всегда. Просто изменили пару моментов в игре. И пацаны как-то, не знаю, может быть, обрели чуть-чуть мужественности. Во втором периоде видновчане не единожды атаковали ворота краснодарцев. Но вратарь стоял крепко. Поэтому из пяти ударов цели достиг только один. Это был гол от Ивана Крештопа. Ну, первая игра. Адреналин в крови присутствует. Больше, чем надо. Поэтому много чего хотелось сделать. И мы очень сильно, как бы... Было огромное желание забить у всех. Все хотели забить, чтобы, ну, так сказать, не заканчивать период с таким отрицательным результатом. Я ребятам сказал, вы знаете, как-то вот непривычно, действительно непривычно видеть на табло. Тем более после окончания периода и 0-1 не в пользу металлога. Я немножко бравирую, но тем не менее, действительно, немного непривычно. Ну, слава богу, исправили во втором периоде. Сейчас мы 2-1 ведем. И надеюсь, не только сохраним, но надеюсь, что все-таки должны выиграть. Ребята и не подвели. Болельщики, а их сегодня было около 700, увидели еще несколько красиво забитых мячей. Как в наши ворота, так и в сторону соперника. Но все же спортсмены металлурга были результативнее. Игра закончилась со счетом 5-3. Первая обкатка команды состоялась. И на Кубок России, который запланирован с 4 по 9 мая в Тихорецке, видновчане отправятся подготовленными. Елена Бабина, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Продолжение следует...